Президент утвердил программу по восстановлению дубрав в Приднестровье на ближайшие 20 лет. Сегодня наша съемочная группа побывала в Кицканском лесу, в питомнике, где выращивают маленькие дубы. Вот они, совсем еще малыши, чуть выше травы. Не сразу-то и заметишь, что это дуб, черешчатый, который в следующем году начнут высаживать в дубравах по всему Приднестровью. В Григориопольском лесничестве, в других лесничествах, там, где есть лесокультурная площадь, часть останутся здесь в Кицканском лесничестве. У нас и здесь есть участки. Здесь может выращиваться дуб, именно в поеме леса здесь. Это будет потом, а пока эти маленькие дубы учатся шуршать своими уже огромными листьями. Им даже еще года нет. Здесь за ними ухаживают, оберегают от всех вредителей и сорняков, чтобы росли большими, здоровыми и красивыми. Этому дубу уже больше века и жив-здоров. Именно такие дубы и хотят вырастить по всему Приднестровью, чтобы высотой в девятиэтажку и в коре не изъяна. За 20 лет на программу восстановления дубрав планируют направить 22 миллиона рублей. Сейчас дубовые леса занимают у нас 3,5 тысячи гектаров. Старые и больные деревья вырубят. Переросшие, которые низкополнотные, не выполняют свои функции, уже теряют защитные свойства, те насаждения нужно в первую очередь менять, то есть вырубать, и на их место высаживать новые молодые, которые будут и прираздовать соответствующие, и функции выполнять еще 100 лет. Главный лесничий рассказал, что когда-то еще до Великой Отечественной войны Приднестровье славилось своими дубравами. И среди всех лиственных деревьев преобладали именно дубы. Потом, когда расширяли сельхозугодия, много леса вырубили. Да и кроме всего, посадить дуб – значит посадить лес на века. Они долговечные, их не надо так часто менять, как акацию. Акацию раз 25-30 лет надо спиливать и возобновлять ее. То есть 30 лет акация уже считается переросшей. А дуб может расти 120 лет. Поэтому что такое 120 лет и что такое 30 лет по акации – разница. Работа по восстановлению дубрав стартует уже этой осенью. И начнется все с желудей. Их засеют в питомниках, чтобы потом огромные, могучие и здоровые деревья вырастить в Дубравах по всему Приднестровью.